Дорогие зрители Original TV, это видео о том, как нами манипулируют, как власти манипулируют сознанием нашим и как нам не быть жертвами манипуляции. Ну, для начала я хочу сказать, что осознанности помогает очень великая видеокнига «Перемен в жизни» психотерапевта Владимира Кука. Более подробная информация в описании к данному видео. Я очень рекомендую вам читать эту книгу. Подписывайтесь на рассылку, еженедельно вы будете получать ее. И будете сильными, мудрыми, умными и не дадите себя обманывать, не дадите собой манипулировать. Сможете отстаивать свои интересы, понимать свои интересы. Вот, теперь о том, как нами манипулируют. В принципе, все это политика. Власти прекрасно понимают это. И поэтому используется мощнейший арсенал средств для того, чтобы людям промывать мозги. Начиная с системы образования, с детского сада уже, начиная, когда во дворах детских садов устанавливаются флагштоки для того, чтобы поднимать флаги государственные, да, и так далее. Это первое. Это вот уже с этого начинается манипуляция. Дальше школа, система образования, где знания подаются под определенным соусом и так далее. Плюс на детей оказывается давление огромнейшее, их учат подчиняться. Телевидение. Телевидение создает детские программы, программы для взрослых с участием детей, там, ну и так далее. И что такое телевизор? Телевизор это вор времени. Все медийные люди это воры времени. И вы должны всегда задуматься, почему именно этого человека показывают по телевидению? Почему именно этого человека печатают в газетах, на медийных порталах? Почему именно у этого человека берут интервью? Что он говорит? Вся критика в СМИ. Она обслуживающая, запомните это. По-настоящему критически мыслящего человека, который критикует власть по-настоящему, его никогда не покажут по телевидению. Никогда, запомните это. Показывают лишь тех, кто делает обслуживающую критику. Дальше. Почему показывают, например, всякие королевские семьи, всякие приемы? Эти идиотские приемы, это воровство времени. Зачем мне знать про то, кто там родился у принца? Что там он покушал? И куда он там сходил? В чем он одет? Или она? И так далее. Мне это вообще не интересно. Это не интересно любому нормальному человеку, мыслящему, думающему, живущему своей жизнью, добивающемуся своих целей и так далее. Зачем это все показывают? Вам это показывают для того, навязывают для того, чтобы вы думали, как у вас все плохо. И как у них хорошо. Чтобы вы завидовали. Вас формируют определенные программы. Программа зависти. Чтобы вы сравнивали себя с ними. И у вас формировались комплексы. Чувство неуверенности в себе. Комплекс неполноценности. Вот для чего это делается. А с комплексом неполноценности. Чувством неуверенности в себе. Вы никогда ничего не добьетесь. Вы будете только смотреть на них, завидовать, проклинать их. Если надо. Кто-то будет проклинать, кто-то будет восхищаться. Вот у них как. А вот они как живут. А я тоже так хочу. Я тоже хочу эти бриллианты покупать. И люди тратят время, бесценное время жизни на то, чтобы заработать на бриллианты, которые стоят на самом деле копейки. Они ничего не стоят. Это не драгоценные камни никакие. Их сделали драгоценными. Это маркетинговый ход такой был придуман. Но люди этому посвящают жизнь свою. Чтобы быть похожими на вот этих вот принцев, принцесс, королевских особ и так далее. Очень примитивных существ. Очень примитивных. Вот Англия взять, да. Но там были такие великие люди, как Бертран Рассел. Вы что-то слышите о нем? Нет. Вам показывают постоянно какую-то жвачку. Каких-то особ королевских, да. Их образ жизни. Вот они куда-то полетели. Какая мне разница, куда они полетели. Пусть летят, куда хотят. И вам тоже. Для чего вам это знать? Это не ваша жизнь. Живите своей жизнью. Но я вам объяснил, да, почему так происходит. Значит, чтобы формировать комплексы, неуверенность в себе, зависть. А с этими чувствами вы далеко не уедете. Сравнение. Вы всегда будете сравнивать. Всегда будете недовольны. Ваш гнев будет обращен против самих себя. Вот эта неуверенность против мира. Вы будете... И вы на это будете терять время свое, да. На вот это саморазрушение. На зависть. На то, чтобы выплескивать эти эмоции в пустоту. Вместо того, чтобы поставить цель перед собой и ее достигать. Вот. И так далее. Масс-медиа. То же самое. Посмотрите, у кого берут интервью. Посмотрите, какая избирательность восприятия в этих интервью. Посмотрите, какие они банальные, эти интервью. Там нет мыслей особых. Никаких. Это все прокручивание одного и того же. Как в голове психически больного человека. Поэтому масс-медиа это, по сути, отражение сознания психически больного человека. Психически больных людей. Которые... У которых есть вот эти навязчивые мысли. И они прокручивают, прокручивают бесконечно эти свои навязчивые мысли. Да. Психически больные люди. Которые не могут избавиться от них. Поэтому обществу нужна психотерапия, а не политика, а не масс-медиа. То, о чем мы и говорим постоянно. И мы помогаем. Мы даем эту психотерапию. У нас есть программа решения алкогольной зависимости. У нас есть психотренинги на все случаи жизни. Эффективнейшие психотренинги. У нас есть великая видеокнига перемен в жизни. У нас есть книга любитель своих крокодилов. Вот психологический социализм. Там я рассказываю вот в психологическом социализме. О психологических теориях в применении к политике. Да. Смотрите. Никто на это внимание не обращает из власти имущих. И не обратит. Потому что... Но людей держат в подчиненном положении. Людей держат в положении рабов. Экономических рабов. Это выгодно правящему классу. Это выгодно политикам. Посмотрите, какие кретины политики. Я... Ну, любое интервью возьми. Любое. Но это пишут неумные люди. Это говорят неумные люди. Это действительно катастрофа. Катастрофа. Вот. Эти люди нами управляют. Причем у них расстройство мышления. И много других проблем. Я сам общался с политиками. Я их... Я имею возможность. Имел. Имел. Имею возможность. Получить непосредственное впечатление в непосредственном контакте с ними. Понимаете? Это... Это удручающее зрелище. Там надеяться вам не на что. Не надейтесь на политиков. Это бесполезно. Не участвуйте в выборах. Страшный сон политика. Это когда люди не приходят на выборы. Потому что они разочаровались в них. И они хотят другую модель поведения. В конце концов политического, гражданского. Когда они выходят на акции протеста. Вот. Страшный сон. И даже эти акции протеста они управляемы. Потому что оппозиция не хочет быть во-первых оппозицией. Потому что это не оппозиция. Ибо оппозиция предлагает другую модель социального устройства. Политического устройства и так далее. А во-вторых она... Ну вот это... Ладно. Этого достаточно. Не будем критиковать слабых. Я не хочу критиковать слабых. Вот. А оппозиция слабая. Вот. Вот что нужно знать об этом. Да. И занимайтесь собой. Любите себя. Оцените себя. Думайте о своих интересах прежде всего. И занимайтесь самопросвещением. Всегда задавайте вопросы. Кому это выгодно? То, что происходит... То, что вы видите. Кому это выгодно? Запомните, что во всем, что вас окружает и к чему приложена рука власти, есть политика. И политика это направлено против вас. На то, чтобы вас оболванивать. На то, чтобы вы деградировали и были послушным стадом. Вот мой месседж сегодня. Подумайте об этом. А мы, в свою очередь, предлагаем вам психологическое оружие, психологическую силу, поддержку, для того, чтобы вы достигали своих целей и достигали успеха в жизни. И благодаря вам, именно вам, не политикам, не власти, будет меняться это общество. Только благодаря вашему выбору. От каждого из нас зависит, каким будет наше будущее и настоящее. От нашего выбора, каждого из нас, не политиков, они ничего не поменяют. Их задача сохранить все так, как есть. Потому что им это выгодно. Благодаря такому положению дела они пришли к власти и удерживаются в ней. От нас, от простых, как говорится, людей зависят изменения. От меня, от себя, который смотрит это видео. Вот, задумайтесь об этом. Поменяем себя, поменяем мир. Будем обманываться, будем жертвами манипуляций, ничего не изменится. Не питайте ложных иллюзий, не питайте ложных надежд. Занимайтесь собой, приобретайте наши книги, пособия, видео уроки, видеокурсы. И тогда вы узнаете много всего интересного, неожиданного. И то, что перевернет ваше сознание, изменит вас и вашу жизнь. Счастливо всем. Благ.